Всем привет! Вы на канале в гостях у Анушки и сегодня я подготовила для вас три очень вкусных рецепта печенья. Все эти три рецепта готовятся без яиц. Рецепты печенья очень вкусные, доступные и бюджетные. Начну с самого простого. Думаю, у каждого из вас сейчас дома есть продукты для этого печенья. Несмотря на простой состав, это печенье очень вкусное. Обязательно попробуйте его приготовить. Нам понадобится мука, сахар, мед, масло растительное и вода. Берем кастрюлю с толстым дном, добавляем сахар, мед и 5 столовых ложек воды. Отправляемся к плите, включаем максимальный огонь и ждем, когда мед и сахар растворятся. После этого добавляем пол столовой ложки соды. Все хорошо начинаем перемешивать. Масса сразу начинает пениться. Непрерывно все перемешиваю. Примерно через полторы-две минутки пена станет вот такого вот карамельного цвета. Снимаем кастрюлю с огня. Вот такой вот карамельный цвет у вас должен получиться. Добавляем растительное масло и щепотку соли. Соль я не растворяю и сразу добавляю муку. Соль я не растворяю не просто так. Нам очень нравится, когда крупинки соли попадаются в сладком печенье. Это очень вкусно. Муку я добавляю постепенно, перемешиваю вначале ложкой и в конце уже соединяю руками тесто в один комочек. Получается вот такой вот комок теста. Он абсолютно не липнет к рукам. Тесто переношу на стол, посыпанный мукой. Формирую вот такую колбаску и буду отщипывать небольшие кусочки теста и делать печенье. Если ничем не будете посыпать печенье, его сразу можно отправить в духовку. Я печенье смазываю немножко водой и посыпаю тыквенными семечками. Печенье убираю в хорошо разогретую духовку до 200 градусов и выпекаю ровно 10 минут. Такое печенье после остывания остается мягким. Если вы хотите, чтобы оно было хрустящим, выпекайте его 13-14 минут. Теперь второй рецепт. Это песочное печенье. Любители песочного печенья обязательно оценят этот рецепт. Печенье получается невероятно нежным и тает во рту. Беру размягченное сливочное масло, разминаю его вилочкой и добавляю 3 столовые ложки сахарной пудры. Сахарную пудру я всегда дома делаю сама при помощи блендера. Хорошо все перемешала и добавляю растительное масло 50 миллилитров или 5 столовых ложек. Все перемешаю и добавляю 2 столовые ложки крахмала. Крахмал у меня картофельный, но можно использовать абсолютно любой. Также добавляю пакетик ванилина. Все хорошо перемешиваю. Просеиваю муку и делаю тесто. Добавляйте муку постепенно, так как мука везде разная. Вот таким вот должно у вас получиться тесто. Оно хорошо собирается в комочек и при этом рассыпчатое. Теперь отщипываю маленькие кусочки теста и формирую шарики. Я вам не советую делать большой формы печенья, потому что это печенье очень рассыпчатое и лучше, чтобы оно было на один укус. Но если вам кажется очень нудным крутить такие шарики, возьмите кусочек теста, сформируйте его в прямоугольную форму и при помощи ножа нарежьте на вот такие вот кусочки. Печенье отправляю в хорошо разогретую духовку на 150 градусов и выпекаю 40-45 минут. Такое печенье не должно румяниться, оно остается вот таким вот светлым после выпечки. Еще горячее печенье нужно обвалять в сахарной пудре, дождаться, когда оно остынет и подавать его к столу. Такое печенье занимает немножко времени, но я очень советую вам попробовать приготовить это печенье. И третий рецепт это творожное печенье из цельнозерновой муки. Беру 200 грамм творога, творог у меня 5% жирности, к нему добавляю 100 грамм сливочного масла и все хорошо перемешиваю. Если вы не хотите, чтобы крупинки творога были видны в печенье, тогда творог с маслом пробейте блендером. Перемешала все до однородности и постепенно добавляю просеянную муку. Муку я использую пшеничную цельнозерновую, но вы можете использовать также обычную пшеничную муку. Добавляю полную чайную ложку разрыхлителя и все хорошо перемешиваю. Получился вот такой вот комочек теста, он абсолютно не липнет к рукам и немножко разваливается. Теперь это тесто нужно убрать в холодильник на 30 минут. Прошло время, теперь тесто раскатываю при помощи скалки в прямоугольную форму. Остатки теста убираю, а подготовленные кружочки буду обваливать в сахаре. Кружочки теста можно не слаживать, а просто обвалять их в сахаре. И сейчас покажу вам еще один вариант формирования печенья из этого теста. Остатки теста я снова раскатала в прямоугольную форму, сверху посыпаю немного сахаром и буду нарезать на полосочки. Печенье отправляю в хорошо разогретую духовку на 180 градусов. Обычное круглое печенье выпекается быстро, на это уходит ровно 20 минут. Остальное печенье выпекалось ровно 35 минут. Нам очень нравится печенье из цельнозерновой муки, но если вы не любите такую муку, используйте обычную пшеничную муку. Печенье получается тоже очень-очень вкусным. Теперь, друзья, хочу вас попросить, напишите мне в комментариях, какой рецепт вам больше понравился. И чтобы не потерять это видео, не забудьте подписаться на мой канал. Нажимайте на колокольчик, и вы получите оповещение о выходе нового видео. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам все понравилось. Не забудьте поставить лайк. Я с вами не прощаюсь, впереди еще очень много вкусного. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok